Добрый день! Как вы знаете, у нас есть акриловые лаки в объеме 20 миллилитров. Давайте посмотрим на картину какого размера хватит такой баночки. Вот такое количество лака в только открытой банке. Да, баночка рассчитана на чуть больше объем, поэтому лак налит не до верха. Для эксперимента я выбрала универсальный акриловый глянцевый лак. Показываю видео в сильном ускорении, чтобы вы не соскучали. Покрываю картину с нашим логотипом. Она среднего размера 50 на 60 сантиметров. Некоторые мои коллеги думали, что баночки лака едва хватит на такой размер. Я не скупясь, беру лака на кисть и на просвет смотрю, чтобы не оставалось непокрытых лаком мест. Наносить лак я буду в один слой, потому что мне нужно проверить расход. Да и в большинстве случаев этого достаточно для защиты картины и придания ей блеска. Затем еще лакирую все бортики. И смотрите, осталось больше половины от прежнего объема. Поэтому я беру картину следующего размера 30 на 40 сантиметров и начинаю лакировать ее. Не забываю про бортики. Где-то 25% лака все еще осталось. Беру следующую картину. Размер 30 на 50 сантиметров. Правда, у этой картины я не покрываю борта, потому что они изначально не были закрашены. Лак все еще остался. Следующая картина тоже размером 30 на 40 сантиметров. Удивительно, но и на нее хватило лака. И даже можно еще собрать по стенкам какое-то количество. Учитывая, что одной картиной мы не красили борта, здесь вполне могло бы хватить. Универсальный акриловый лак дает тонкую пленку и очень легко разносится. Так что вы можете смело покупать небольшой объем. Его хватит не на одну работу. В следующем видео мы посмотрим расход художественных лаков. Они гуще и дают более толстую пленку. Творите с удовольствием. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok